Здравствуйте! На государственном телеканале Западной Армении очередной выпуск новостей сегодня в эфире. На вершине Арарата начал таять снег. Всемирный банк на год аннулировал дополнительную процентную ставку в 1,7% в отношении кредитов Армении. Коронавирус в Армении. 566 новых случаев заражения. Массовая гибель рыбы в реке Карс. Административный суд Анкары вынес решение в пользу Иерусалимского патриархата ААЦ. Онлайн-шахматный турнир, посвященный дню рождения Тюграна Петросяна. Снег на горе Арарат, самой высокой горе в Западной Армении, начал таять. Расставивший снег становится живой водой для людей, живущих у подножья горы и занимающихся животноводством. Следует отметить, что лучшее время для восхождения на гору Арарат – август, так как снежный покров на горе опускается до самой низкой точки года. С учетом прогнозов об ухудшении вследствие эпидемии коронавирусной инфекции, экономической ситуации в 2020 году во всех странах мира международные финансовые структуры пытаются максимально содействовать государством-членам в преодолении последствий эпидемии. Как сообщили Армен Пресс в пресс-службе офиса вице-премьера Армении Мгера Григоряна, в этом контексте в результате совместной работы Республики Армении и Всемирного банка принятия решения о применении дополнительной процентной ставки по годовой ставке в 1,7% по ряду кредитов, предоставленных Армении Международной ассоциацией развития было отменено сроком на один год и не будет применяться в течение фискального года с 1 июля 2020 года по 30 июня 2021 года. По оценкам Всемирного банка и Министерства финансов Республики Армения в результате отмены дополнительной процентной ставки в 1,7%. На один год экономия государственного бюджета Армении по линии внешних процентных выплат составит около 13 миллионов долларов. В Армении за сутки зарегистрировано 566 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом новости Армении Ньюс.ем сообщили в Национальном центре по контролю и профилактике заболеваний Минздрава Республики. В общей сложности на утро 11 июня в стране зарегистрировано уже 14 669 инфицированных коронавирусом. Фактически сейчас лечится 8 876 лиц. За день их число увеличилось на 303. Вызровели 5 466 человек, 240 за последние сутки. Скончались 245 пациентов, 18 за последние сутки. Еще пятеро граждан с коронавирусом за сутки скончались по формулировке властей из-за иных болезней. Общее число таких случаев 82. Таким образом, общее число смертей достигло 327. Подозрительное падение сотен рыб в реке Карс. Провинция Карс в Западной Армении удивила жителей. В 200-метровый участок реки Карс сбрасываются городские источные воды и отходы. Пока неизвестно, какие профилактические меры будут приняты, чтобы остановить гибель рыбы. Этот факт волнует граждан. Сокращение рыбы связано с затоплением канализационной системы города. Административный суд Анкары вынес решение в пользу Иерусалимского патриархата Армянской апостольской церкви в связи со статусом фонда Морекуп, созданного патриархатом в период Османской империи. Об этом сообщает АКОС. Главное управление фондов Турции признало Морекуп конфискованным и продало его имущество. В связи с этим Иерусалимский патриархат начал судебный процесс. Решение административного суда Анкары позволяет вернуть имущество в соответствии с законом. Официальный сайт Федерации шахмат Армении сообщает, что Федерация 17 июня в 13 часов на сайте litches.org организует онлайн-турнир, посвященный дню рождения Тиграна Петросяна. В турнире могут участвовать шахматисты до 18 лет, независимо от рейтинга и спортивного порядка. Турнир пройдет в 9 турах по расписанию 3 минуты плюс 1 секунда. Победитель турнира будет награжден золотой медалью имени Тиграна Петросяна, а обладателя второго и третьего призов – серебряной памятной медалью имени Тиграна Петросяна. Неденежные призы получат шахматисты, занявшие четвертые и пятые места. На сегодня у нас все. Далее мы представим вашему вниманию сасун и лирка на упорез. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова Субтитры создавал DimaTorzok